Вот, что я слышал. Однажды Блаженный шел по главной дороге между Раджагахой и Палаидой с большой толпой монахов, с пятьюстами монахами. А странствующий Аскет Суппия тоже шел по главной дороге между Раджагахой и Палаидой с юным учеником Брахмадаттой. И вот странствующий Аскет Суппия на все лады порицал Будду, порицал Дхамму, порицал Сангху, Брахмадатта же, юный ученик странствующего Аскета Суппии, на все лады восхвалял Будду, восхвалял Дхамму, восхвалял Сангху. Так оба они, учитель и ученик, говоря друг другу прямо противоположные, шаг за шагом следовали за Блаженным и толпой монахов. И вот Блаженный прибыл с толпой монахов в царскую обитель в Амбалатхике, чтобы провести ночь. А странствующий Аскет Суппия тоже прибыл с юным учеником Брахмадаттой в царскую обитель в Амбалатхике, чтобы провести ночь. И там странствующий Аскет Суппия снова на все лады порицал Будду, порицал Дхамму, порицал Санху, Брахмадатта же, юный ученик странствующего Аскета Суппии. На все лады восхвалял Будду, восхвалял Дхамму, восхвалял Сангху. Так оба они, учитель и ученик, говоря друг другу прямо противоположные, шаг за шагом следовали за блаженными толпой монахов. И вот после ночи многие монахи поднявшись на заре, собравшись и усевшись в беседке, повели разговор такого рода, как чудесно, братья, как необычайно, братья, что блаженный, всезнающий, всевидящий, арахант, в совершенстве просветленный, столь хорошо постиг различные склонности существ. Ведь вот странствующий аскет Супия на все лады порицает Будду, порицает Дхамму, порицает Сангху, Брахмадатта же, юный ученик странствующего аскета Супии, на все лады восхваляет Будду, восхваляет Дхамму, восхваляет Сангху. Так оба они, учитель и ученик, говоря друг другу прямо противоположные, шаг за шагом следуют за блаженными толпой монахов. И вот блаженный, узнав о такого рода разговоре этих монахов, подошел к той беседке, подойдя, сел на предложенное сидение. И сев, блаженный обратился к монахам, ради какой беседы вы сейчас уселись здесь, монахи, и на чем же прервалась беседа между вами? Вслед за этими словами монахи так сказали блаженному, господин. После ночи, поднявшись на заре, собравшись и усевшись в беседке, мы повели здесь разговор такого рода, как чудесно, братья, как необычно, братья, что блаженный, всезнающий, всевидящий, арахант, в совершенстве просветленный, столь хорошо постиг различные склонности существ. Ведь вот странствующий аскет Суппия на все лады порицает Будду, порицает Дхамму, порицает Сангху. Брахмадатта же, юный ученик странствующего аскета Суппии, на все лады восхваляет Будду, восхваляет Дхамму, восхваляет Сангху. Так оба они, и учитель, и ученик, говоря друг другу прямо противоположные, следуют за блаженными толпой монахов. На этом, господин, и прервалась беседа между нами, когда приблизился блаженный. Когда другие порицают меня, или порицают Дхамму, или порицают Сангху, то вы, монахи, не должны испытывать ни гнева, ни недовольства, ни неприязни в сердце. Если вы, монахи, будете сердиться и горевать, когда другие порицают меня, или порицают Дхамму, или порицают Сангху, то вам же будет от этого ущерб. Если вы, монахи, будете сердиться или горевать, когда другие порицают меня, или порицают Дхамму, или порицают Санху, то сможете ли вы судить, справедливо или несправедливо говорят другие? Конечно, нет, господин. Когда другие порицают меня или порицают Дхамму, или порицают Санху, то вы, монахи, должны разъяснить как неверно то, что неверно. По такой-то причине это неверно, по такой-то причине это неправильно и нет этого у нас, и нельзя у нас этого найти. Когда же другие восхваляют меня, или восхваляют Дхамму, или восхваляют Санху, то вы, монахи, не должны испытывать ни радости, ни удовлетворения, ни веселья в сердце. Если вы, монахи, будете радостны, довольны, веселы, когда другие восхваляют меня, или восхваляют Дхамму, или восхваляют Санху, то вам же будет от этого ущерб. Когда другие восхваляют меня, или восхваляют Дхамму, или восхваляют Санху, то вы, монахи, должны разъяснить как верно и то, что верно, по такой-то причине это верно, по такой-то причине это правильно, и есть это у нас, и можно это найти у нас. Меньший сказ о праведности, сила Чула. Столь незначительно, монахи, столь ничтожно и связано лишь с нравственностью то, что способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагати, что же это такое, монахи, столь незначительно и, столь ничтожно и связано лишь с нравственностью, что способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагати, отказавшись уничтожать живое, избегая уничтожать живое, отшельник Гатама без палки и без оружия, скромный, полный сострадания, пребывает в доброте и сочувствии ко всем живым существам. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. Отказавшись брать то, что не дано ему, избегая брать то, что не дано ему, отшельник Гатама, берущий лишь то, что дано, желающий лишь того, что дано, пребывая чистым сердцем, не зная вороства. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. Отказавшись от нецеломудря, целомудренный отшельник Гатама удаляется и воздерживается от всеобщего обыча совокупления. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. Отказавшись от лживой речи, избегая лживой речи, отшельник Гатама говорит правду, связан с правдой, надежен, достоин доверия, не обманывает людей. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнеся хвалу Табхагати. Отказавшись от клеветнической речи, избегая клеветнической речи, отшельник Гатама не рассказывает в другом месте услышанного здесь, чтобы не вызвать раздора со здешними, и не рассказывает здесь услышанного в другом месте, чтобы не вызвать раздора с тамошними. Он соединяет разобщенных, поощряет соединенных, удовлетворен согласием, доволен согласием, наслаждается согласием, ведет речь, родящую согласие. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагати. Отказавшись от грубой речи, избегая грубой речи, отшельник Гатама ведет лишь такую речь, которая безгрешна, радует слух, добра, доходит до сердца, вежливо, дорога многим людям, приятно многим людям. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагати. Отказавшись от легкомысленной болтовни, избегая легкомысленной болтовни, отшельник Гатама говорит вовремя, говорит о действительно происшедшем, говорит с пользой, говорит об истине, говорит о должном поведении, своевременно ведет достопамятную речь, обоснованную, соразмерную, несущую пользу. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагати. Отшельник Гатама избегает наносить вред семенам и растениям всех видов. Отшельник Гатама избегает принимать пищу не вовремя, принимая пищу раз в день и воздерживается от нее ночью. Отшельник Гатама избегает посещать зрелища с танцами, пением и музыкой. Отшельник Гатама избегает употреблять венки, благовония, притирания, заниматься украшениями и нарядами. Отшельник Гатама избегает пользоваться высоким ложем или большим ложем. Отшельник Гатама избегает принимать золото и серебро. Отшельник Гатама избегает принимать неприготовленное в пищу зерно. Отшельник Гатама избегает принимать сырое мясо. Отшельник Гатама избегает принимать женщин и молодых девушек. Отшельник Гатама избегает принимать рабыни и рабов. Отшельник Гатама избегает принимать косы и овец. Отшельник Гатама избегает принимать петухов и свиней. Отшельник Гатама избегает принимать слонов, коров, коней и кобыл. Отшельник Гатама избегает принимать поля и имущества. Отшельник Гатама избегает исполнять обязанности вестника или посыльного. Отшельник Гатама избегает покупать и продавать Отшельник Гатама избегает обманывать на весах, обманывать в монете, обманывать в мире Отшельник Гатама избегает криводуши, нечестности, коварства, изворотливости Отшельник Гатама избегает ранить, убивать, заключать в оковы, разбойничать, грабить, применять насилие Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Тадхагати Окончена краткая глава нравственности Средний сказ о праведности – сила Матчхима. В то время, как некоторые отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности наносить подобным образом вред семенам и растениям всех видов, а именно, плодящимся от корня, плодящимся от ветки, плодящимся от коленца, плодящимся от верхушки, и, в пятых, плодящимся от семени. Отшельник Гатама избегает наносить подобным образом вред семенам и растениям. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности собирать и использовать подобным образом запасы, а именно, запасы еды, запасы питья, запасы одежды, запасы обуви, запасы постелей, запасы благовоний, запасы лакомств, отшельник Гатама избегает собирать и использовать подобным образом запасы. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности посещать подобным образом зрелище, а именно, танцы, пение, музыку, представление, декламацию, игру на цимбалах, выступление царских певцов, игру на барабане, волшебные сцены, акробатические трюки чандал, борьбу слонов, борьбу коней, борьбу буйволов, борьбу быков, борьбу козлов, борьбу баранов, борьбу петухов. Борьбу перепелов, борьбу на дубинках, борьбу на кулаках, схватку, учебные сражения, сбор воинов, боевой строй, смотр войск, отшельник Гатама избегает посещать подобным образом зрелище. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности предаваться подобным образом игре в кости легкомыслию, а именно, играм восемь полей, десять полей, пространство, окружной путь, сантика, кхалика, сучок, рука-кисточка, играм с шарами, трубочками из листьев, маленьким плугом, макхачики, играм с маленькой ветряной мельницей, маленькой меркой, повозочкой, маленьким луком, угадыванию букв, угадыванию мыслей, подражанию телесным недостаткам, отшельник Гатама избегает предаваться подобным образом игре в кости легкомыслию. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности пользоваться подобным образом высоким ложем или большим ложем, а именно, удлиненным сиденьем, ложем с изображениями животных на его подпорках, пышным руном, острым стеганым одеялом, белым шерстяным одеялом, шерстяным покрывалом, украшенным цветами, подстилкой из хлопка, шерстяным покрывалом с изображением зверей, покрывалом с бахромой по бокам, покрывалом с бахромой на одной стороне, покрывалом, расшитым драгоценностями, шелковым покрывалом, ковром для танцовщиц, покрывалом для слонов, покрывалом для коней, покрывалом для колесницы, покрывалом из кожи черной антилопы, подстилкой из превосходной кожи антилопы Кадали. Покрывалом с балдахином, ложем с красными подушками у изголовья и в ногах, отшельник Гатама избегает пользоваться подобным образом высоким ложем или большим ложем. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности заниматься подобным образом украшениями и нарядами, а именно, умощением, массажем, омовением, растиранием, пользоваться зеркалом, глазной мазью, венками, притираниями, пудрой для лица, мазью для лица, браслетами, перевязью на голове, тростью для прогулок, лекарствами, мечом, зонтом, острыми сандалиями, тюрбанами, диадемой, опахалом из хвоста буйвола, белыми долгополыми одеждами. Отшельник Гатама избегает заниматься подобным образом украшениями и нарядами. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Табхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают подобным образом в склонности к низменным беседам, а именно, беседам о царе, беседам о ворах, беседам о советниках, беседам о войске, беседам об опасности, беседам о сражении, беседам о еде, беседам о питье, беседам об одеждах, беседам о ложах, беседам о венках, беседам о благовониях, беседам о родственниках, беседам о повозках, беседам о деревнях, беседам о торговых селениях, беседам о городах, беседам о странах, беседам о женщинах, беседам о мужчинах, беседам о героях, беседам о дорогах, беседам о водоемах, беседам о прежде умерших, беседам о всякой-всячине, разговорам о мире, разговоре в океане, беседам о том, что существует и чего не существует. Отшельник Гатама избегает подобным образом низменных бесед. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Табхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают подобным образом в склонности к пререканиям, а именно, ты не знаешь Дхаммы и должного поведения, я знаю Дхамму и должное поведение, как ты узнаешь Дхамму и должное поведение? Ты следуешь ложным путем, я следую истинным путем, я последователен, ты не последователен, ты сказал в конце то, что следовало сказать в начале, и сказал в начале то, что следовало сказать в конце, мысль у тебя непродумана и превратна, твоя речь опровергнута, ты побежден, оставь эту речь или разъясни, если можешь. Отшельник Гатама избегает подобным образом пререканий. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Табхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, пребывают в склонности исполнять подобным образом обязанности вестника или посыльного, а именно, у царей, царских советников, кхаттиев, брахманов, домохозяев, юношей, передавая, иди сюда, или туда, возьми это, неси это туда. Отшельник Гатама избегает исполнять подобным образом обязанность вестника или посыльного. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Табхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, бывают и обманщиками, и болтунами, и прорицателями, и фокусниками, страстно желая все новые и новые прибыли, отшельник Гатама избегает подобным образом обмана и болтовни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Табхагати. Окончена средняя глава нравственности. Больший сказ о праведности – сила маха. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, истолковые особенности частей тела, предзнаменования, небесные явления, сны, знаки на теле, изъеденные мышами одежды, совершая жертвоприношение на огне, жертвоприношение ложкой, жертвоприношение шелухой риса, жертвоприношение красной пыльцой между шелухой и зерном, жертвоприношение зернами риса, жертвоприношение очищенным маслом, жертвоприношение сезамовым маслом, жертвоприношение ртом, жертвоприношение кровью, используя знания частей тела, знания строений, знания полей, знания благоприятных заклинаний, знания духов умерших, знания земли, знания змей, знание яда, знание скорпионов, знание мышей, знание птиц, знание ворон, предсказание срока жизни, заговор отстрел, понимание языка животных, отшельник Гатама избегает подобным образом неизменных знаний и неправедной жизни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, истолковывая знаки на драгоценностях, знаки на палках, знаки на одеждах, знаки на мечах, знаки на стрелах, знаки на луках, знаки на оружии, знаки на женщинах, знаки на мужчинах, знаки на юношах, знаки на девушках, знаки на рабах, знаки на рабынях, знаки на слонах, знаки на конях, знаки на буйволах, знаки на быках, знаки на коровах, знаки на козлах, знаки на баранах, знаки на петухах, знаки на перепелах, знаки на ящерицах, знаки на длинноухих животных, знаки на черепахах, знаки на диких зверях, отшельник Гатама избегает подобным образом неизменных знаний и неправедной жизни, вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию неизменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, предсказывая, что будет выступление царя в поход, не будет выступления царя, будет наступление здешнего царя, будет отступление чужого царя, будет наступление чужого царя, будет отступление здешнего царя, будет победа здешнего царя, будет поражение чужого царя, будет победа чужого царя, будет поражение здешнего царя, будет победа одного, будет поражение другого. Отшельник Гатама избегает подобным образом неизменных знаний и неправедной жизни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, предсказывая, что будет затмение Луны, будет затмение Солнца, будет затмение звезд, будет движение Луны и Солнца по своему обычному пути, будет движение Луны и Солнца по необычному пути, будет движение звезд по своему обычному пути, будет движение звезд по необычному пути, будет падение метеоров, будет пламя, охватившее горизонт, будет землетрясение, будет гром с неба, будет восход, заход, замутнение, очищение Луны, Солнца, звезд, предсказывая, что таков будет результат затмения Луны, таков будет результат затмения Солнца. Таков будет результат затмения звезд. Таков будет результат движения Луны и Солнца по своему обычному пути. Таков будет результат движения Луны и Солнца по необычному пути. Таков будет результат движения звезд по своему обычному пути. Таков будет результат падения метеоров. Таков будет результат пламени, охватившего горизонт. Таков будет результат землетрясения. Таков будет результат грома с неба. Таков будет результат восхода, захода. Замутнение, очищение луны, солнца, звезд, отшельник Гатама избегает подобным образом низменных знаний и неправедной жизни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, предсказывая, что будет обильный дождь, будет недостаток в дожде, будет обилие пищи, будет недостаток в пище, будет спокойствие, будет опасность, будет болезнь, будет здоровье, считая по пальцам, вычисляя, производя сложения, сочиняя стихи, рассуждая о природе, отшельник Гатама избегает подобным образом низменных знаний и неправедной жизни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, устанавливая благоприятное время для введения новобрачной в дом, выдачи замуж, мирных переговоров, вражды, взыскания долгов, раздачи денег, вызывая колдовством счастья, вызывая несчастье, вызывая выкидыш, сковывая язык, смыкая челюсти, заговаривая руки, заговаривая уши, вопрошая зеркало о будущем, вопрошая девушку, вопрошая божество, почитая солнце, почитая великого, извергая огонь изо рта, призывая Сирия, отшельник Гатама избегает подобным образом низменных знаний и неправедной жизни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Табхагати. В то время, как некоторые почтенные отшельники и брахманы, поедая пищу, поданную верующими, добывают подобным образом средства к существованию низменными знаниями и неправедной жизнью, а именно, склоняя на милость богов, исполняя обеты, заклиная духов, пребывая в земляном жилище, вызывая потенцию, вызывая импотенцию, определяя место для постройки, освещая место, совершая ритуальное полоскание рта, омовение, жертвоприношение, предписывая рвотные, слабительные, очищающие сверху, очищающие снизу, очищающие голову, масло для ушей, облегчающие средства для глаз, снадобие для носа, глазную мазь, умощивание, бывая глазными врачами, хирургами, леча детей, давая целебные коренья, освобождая отставшего ненужным лекарства. Отшельник Гатама избегает подобным образом неизменных знаний и неправедной жизни. Вот что, монахи, способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. Вот, монахи, то есть, столь незначительные, столь ничтожные и связанные лишь с нравственностью, что способен произнести мирской человек, произнося хвалу Татхагати. Закончена большая глава о нравственности. 18 мнений о прошлом, Куббантану Диктхе. Есть, монахи, и другие вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. Каковы же, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, занятые прежними временами, рассуждающие о прежних временах, на восемнадцати основаниях выдвигающие различные суждения о прежних временах. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, занятые прежними временами, рассуждающие о прежних временах, на восемнадцати основаниях выдвигающие различные суждения о прежних временах. Четыре мнения о вечных мире и я, сассата диктхи. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, на четырех основаниях учащей, что и свое я, и мир вечный. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие вечность, на четырех основаниях учащей, что и свое я, и мир вечный? Первое положение. Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях, а именно, в одном рождении, в двух рождениях, в трех рождениях, в четырех рождениях, в пяти рождениях, в десяти рождениях, в двадцати рождениях, в тридцати рождениях, в сорока рождениях, в пятидесяти рождениях, в ста рождениях, в тысячи рождений, в сотни тысяч рождений, во многих сотнях рождений, во многих тысячах рождений, во многих сотнях тысяч рождений, там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием. Испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достигнув такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. И он говорит, вечный свое Я и мир. Бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, и когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, это также вечно. В чем же причина? Ведь благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, я обретаю такую сосредоточенность разума, что вспоминаю сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях. А именно, в одном рождении, в двух рождениях, в трех рождениях, в четырех рождениях, в тридцати рождениях, в сорока рождениях, в пятидесяти рождениях, в ста рождениях, в тысячи рождений, в сотни тысяч рождений, во многих сотнях рождений, во многих тысячах рождений, во многих сотнях тысяч рождений, там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, с таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился здесь. Так вспоминаю я во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Отсюда я и знаю то, что вечный свое я, и мир. Бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, что когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, то это также вечно. Таково, монахи, первое положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое я, и мир вечны. Второе положение. Каково же второе положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое я, и мир вечны? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях. Вновь родился в другом месте. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. И он говорит, вечный свое я, и мир, бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, и когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, это также вечно. В чем же причина? Ведь благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, я обретаю такую сосредоточенность разума, что вспоминаю сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях. А именно, в одном периоде свертывания и развертывания мира, в трех периодах свертывания и развертывания мира, в четырех периодах свертывания и развертывания мира, в пяти периодах свертывания и развертывания мира, в десяти периодах свертывания и развертывания мира, там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытывал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте, там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминаю я во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Отсюда я и знаю то, что вечно свое «Я» и мир. Бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, и что когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, то это также вечно. Таково, монахи, второе положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое «Я» и мир вечны. Третье положение. Каково же третье положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое «Я» и мир вечны? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом различные места, где пребывал в прежних существованиях, а именно, в десяти периодах свертывания и развертывания мира, в двадцати периодах свертывания и развертывания мира, в тридцати периодах свертывания и развертывания мира, в сорока периодах свертывания и развертывания мира. Там я был под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. И он говорит, вечный свое Я, и мир, бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, и когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, это также вечно. В чем же причина? Ведь благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, я обретаю такую сосредоточенность разума, что вспоминаю сосредоточенным разумом различные места, где пребывали в прежних существованиях, а именно, в десяти периодах свертывания и развертывания мира, в двадцати периодах свертывания и развертывания мира, в сорока периодах свертывания и развертывания мира, там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминаю я во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Отсюда я и знаю то, что вечный свое Я, и мир, бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, и что, когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, то это также вечно. Таково, монахи, третье положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое Я, и мир вечны. Четвертое положение. Каково же четвертое положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое Я, и мир вечны? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман предается рассуждению и следованию. И убежденный рассуждением, связанный исследованием, он произносит такое собственное заключение, вечный свое Я, и мир, бесплодный, стоящий, как вершина, установленный прочно, как столб, и когда эти существа странствуют, переходят из одного существования в другое, оставляют существование, вновь рождаются, это также вечно. Таково, монахи, четвертое положение, исходя из которого некоторые отшельники и брахманы, проповедующие вечность, учащие, что и свое Я, и мир вечны. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие вечность, на четырех основаниях учащие, что и свое Я, и мир вечны. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые проповедуют вечности учат, что и свое Я, и мир вечны, делают так на четырех этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому-то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, не привязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновений, и исчезновений, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагате. Окончен первый раздел поучения. Четыре мнения об отчасти вечных и отчасти невечных мире Я, и Качасаса Таддитхи. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти невечность, на четырех основаниях учения, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти невечны. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти невечность, на четырех основаниях учащие, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти невечны. Первое положение Брахме творце мира. Время от времени, монахи, настает пора, когда по истечению длительного периода этот мир свертывается. Когда свертывается мир, то существа по большей части переходят в мир сияния. Там они находятся долгое, длительное время, состоя из разума, питаясь радостью, излучая собой сияние, двигаясь в пространстве, пребывая во славе. Время от времени, монахи, настает пора, когда по истечению длительного периода этот мир развертывается. Когда развертывается мир, то появляется пустой дворец Брахмы. И тогда то или иное существо, от того ли, что окончился его срок или окончилось действие заслуг, оставляет существование и в сонме сияние и вновь рождается во дворце Брахмы. Там оно находится долгое, длительное время, состоя из разума, питаясь радостью, излучая собой сияние, двигаясь в пространстве, пребывая во славе. Там у него, пребывающего долгое время в одиночестве, возникает тревога, неудовлетворенность, беспокойство, о, если бы и другие существа могли достичь здешнего состояния. Тогда другие существа, от того ли, что окончился срок или окончилось действие заслуг, оставляют существование и в сонме сияние и вновь рождаются во дворце Брахмы спутниками того существа. Там они находятся долгое, длительное время, состоя из разума, питаясь радостью, излучая собой сияние, двигаясь в пространстве, пребывая во славе. Тогда, монахи, то существо, которое первым родилось вновь, говорит себе так, «Я, Брахма, Великий Брахма, Победоносный, Непобедимый, Всевидящий, Всесильный, Владыка, Творец, Созидатель, Наилучший Устроитель, Повелитель, Отец Бывшего и Будущего». Мною сотворены эти существа. В чем же причина? Ведь раньше я сказал себе так, «О, если бы и другие существа могли достичь здешнего состояния». Таково было стремление моего разума, и вот другие существа достигли здешнего состояния. И те существа, которые позже родились вновь, тоже говорят себе так, ведь он – Досточтимый Брахма, Великий Брахма, Победоносный, Непобедимый, Всевидящий, Всесильный, Владыка, Творец, Созидатель, Наилучший Устроитель, Повелитель, Отец Бывшего и Будущего. Мы сотворены этим почтенным Брахмой? В чем же причина? Ведь мы видели, что он первым родился здесь вновь, а мы позже родились вновь. И вот, монахи, то существо, которое первым родилось вновь, бывает долговечнее, и красивее, и сильнее. Те же существа, которые позже родились вновь, бывают недолговечнее, и некрасивее, и бессильнее. И может произойти так, монахи, что то или иное существо, оставив существование в этом сонне, достигает здешнего земного состояния. Достигнув здешнего состояния, оно оставляет дом и странствует бездомным. Оставив дом и будучи бездомным странником, оно благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастрою, обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом то место, где пребывало в прежнем существовании, но не вспоминая другого места, кроме него. И оно говорит, ведь тот досточтимый Брахма, великий Брахма, победоносный и непобедимый, всевидящий, всесильный, владыка, творец, созидатель, наилучший устроитель, повелитель, отец бывшего и будущего, досточтимый Брахма, которым мы сотворены, постоянен, стойк, вечен, не подвержен изменению и вечно пребывает таким. Мы же, которые были сотворены этим Брахмой, мы достигли здешнего земного состояния непостоянными, нестойкими, недолговечными, подверженными уходу из существования. Таково, монахи, первое положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и Брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, учащие, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны. Второе положение о богах испорченных удовольствием. Каково же второе положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и Брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, учащие, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны? Есть, монахи, боги по имени испорченные удовольствием. Долгое время они пребывают в приверженности к веселью, удовольствием, сладострастью. У них, пребывающих долгое время в приверженности к веселью, удовольствием, сладострастью, теряется способность к самосознанию. И с утратой способности самосознания эти боги оставляют существование в этом сонме. И может произойти так, монахи, что то или иное существо, оставив существование в этом сонме, достигает здешнего земного состояния. Достигнув здешнего состояния, оно оставляет дом и странствует бездомным. Оставив дом и будучи бездомным странником, оно благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом то место, где пребывало в прежнем существовании, но не вспоминая другого места, кроме него. И оно говорит, ведь те досточтимые боги, которые не испорчены удовольствием, те не пребывают долгое время в приверженности к веселью, удовольствию, сладострастию. У них, не пребывающих долгое время в приверженности к веселью, удовольствию, сладострастию, не теряется способность самосознания, и не утратив способности самосознания, те боги не оставляют существования в этом сонме, постоянные, стойкие, вечные, не подверженные изменению и вечно пребывают такими. Мы же, которые были испорчены удовольствием, мы пребывали долгое время в приверженности к веселью, удовольствию, сладострастию. У нас, пребывающих долгое время в приверженности к веселью, удовольствию, сладострастию, теряется способность самосознания и с утратой способности самосознания. Мы, оставив существование в этом сонме, достигли здешнего состояния непостоянными, нестойкими, недолговечными, подверженными уходу из существования. Таково, монахи, второе положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, учащие, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны. Третье положение о богах испорченных разумом. Ослаблены мыслями. Эти боги покидают существование в этом сонме. И может произойти так, монахи, что то или иное существо, оставив существование в этом сонме, достигает здешнего, земного, состояния. Достигнув здешнего состояния, оно оставляет дом, странствует бездомным. Оставив дом и, будучи бездомным странником, оно благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, Благодаря правильному умонастроению обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом то место, где пребывало в прежнем существовании, но не вспоминает другого места, кроме него. И оно говорит, ведь те досточтимые боги, которые не испорчены разумом, те не рассуждают долгое время друг о друге. Когда те не рассуждают долгое время друг о друге, не портятся их мысли друг о друге. Не испорченные в мыслях друг о друге, они не ослаблены телом, не ослаблены мыслями. Те боги не оставляют существование в этом сонме, постоянные, стойкие, вечные, неподверженные изменению вечно пребывают такими. Мы же, которые были испорченными разумом, мы долгое время рассуждали друг о друге. Когда мы долгое время рассуждали друг о друге, испортились наши мысли друг о друге. Испорченные в мыслях друг о друге, мы ослаблены телом, ослаблены мыслями. Оставив существование в этом сонме, мы достигли здешнего состояния непостоянными, нестойкими, недолговечными, подверженными уходу из существования. Таково, монахи, третье положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, учащие, что и свое я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны. Четвертое положение о логическом умозаключении. Каково же четвертое положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, учащие, что и свое я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман предается рассуждению и исследованию. И убежденный рассуждением, влеком и исследованием он произносит такое собственное заключение, ведь то, что зовется глазом, и ухом, и носом, и языком, и телом, это свое я, не постоянно, не стойко, не вечно, подвержено изменению. То же, что зовется мыслью, или разумом, или сознанием, это свое я постоянно, стойко, вечно, не подвержено изменению и вечно пребывает таким. Таково, монахи, четвертое положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, учащие, что и свое я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие отчасти вечность, отчасти не вечность, на четырех основаниях, учащие, что и свое я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые проповедуют отчасти вечность, отчасти не вечность и учат, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти не вечны, делают так на четырех этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящее за их пределы и не привязывается к этому пониманию, не привязанный он находит успокоение в своем сердце. Достигнув согласие с истиной возникновений, и исчезновений, и сладость, и горечь и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые возглашают сам Татхагата, познав их и, увидев собственными глазами, и поистине ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. Четыре мнения о конечном или бесконечном мире, Антонанта Диктхи. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, на четырех основаниях учащие, что мир конечен или бесконечен. Исходя же из чего, и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, на четырех основаниях, учащие, что мир конечен или бесконечен? О сознании пребывающем в конечности мира. Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению обретает такую сосредоточенность разума, что пребывает сосредоточенным разумом в сознании конечности мира. И он говорит, мир этот конечен, ограничен вокруг. Почему же? Потому что, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, я обретаю такую сосредоточенность разума, что пребываю сосредоточенным разумом в сознании конечности мира. Отсюда я и знаю то, что мир этот конечен, ограничен вокруг. Таково, монахи, первое положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие конечные и бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен. О сознании пребывающем в бесконечности мира. Каково же второе положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, обретает такую сосредоточенность разума, что пребывает сосредоточенным разумом в создании бесконечности мира. И он говорит, мир этот бесконечен, не ограничен. Те отшельники и брахманы, которые говорят, мир этот конечен, ограничен вокруг, неправы. Мир этот бесконечен, не ограничен. Почему же? Потому, что благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, я обретаю такую сосредоточенность разума, что пребываю сосредоточенным разумом в создании бесконечности мира. Отсюда я и знаю то, что мир этот бесконечен, безграничен. Таково, монахи, второе положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен. Осознание пребывающим в конечности и бесконечности мира. Каково же третье положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению обретает такую сосредоточенность разума, что пребывает сосредоточенным разумом в сознании и конечности мира сверху и снизу и в сознании бесконечности его, поперек. И он говорит, мир этот иконечен, и бесконечен. Те отшельники и брахманы, которые говорят, мир этот иконечен, ограничен вокруг, неправы. И те отшельники и брахманы, которые говорят, мир этот иконечен, безграничен, также неправы. Мир этот иконечен и бесконечен. Почему же? Потому, что благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря серьезности, благодаря правильному умонастроению, я обретаю такую сосредоточенность разума, что пребываю сосредоточенным разумом в сознании и конечности мира сверху. сверху и снизу, и в сознании бесконечности его, поперек. Отсюда я и знаю то, что мир этот иконечен и бесконечен. Таково, монахи, третье положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен. Каково же четвертое положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман предается рассуждениям и исследованию. И убежденный рассуждением, влеком и исследованием, он произносит такое собственное заключение – мир этот не конечен, не бесконечен. Те отшельники и брахманы, которые говорят – мир этот конечен, ограничен вокруг неправы. И те отшельники и брахманы, которые говорят – мир этот бесконечен, безграничен также неправы. И те отшельники, и брахманы, которые говорят, мир этот иконечен, и бесконечен, также неправы. Мир этот неконечен, не бесконечен. Таково, монахи, четвертое положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, учащие, что мир конечен или бесконечен. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие конечные или бесконечные, на четырех основаниях учащие, что мир конечен или бесконечен. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые проповедуют конечные или бесконечные и учат, что мир конечен или бесконечен, делают так на четырех основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому-то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их, понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, не привязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновение, и исчезновение, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, трудные, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и, увидев собственными глазами, и, поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагате. Четыре уклончивых мнения о моровикхе-подиктхе. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, на четырех основаниях ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивая, словно скользкая рыба. Исходя же из чего, и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, на четырех основаниях ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивая, словно скользкая рыба, уклончивая из-за страха перед неправильной речью. Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман не понимает, что это в согласии с истиной хорошо, не понимает, что это в согласии с истиной нехорошо. Говорит себе так, ведь я не понимаю, что это в согласии с истиной хорошо, не понимаю, что это в согласии с истиной нехорошо. И вот если бы, не понимая, что это в согласии с истиной хорошо, не понимая, что это в согласии с истиной нехорошо, я стал бы разъяснять, что это хорошо, стал бы разъяснять, что это нехорошо, то меня охватило бы стремление или страсть, или ненависть, или отвращение. Если меня охватило бы стремление или страсть, или ненависть, или отвращение, то я был бы неправ. Если я был бы неправ, то у меня возникла бы тревога. Если у меня возникла бы тревога, то у меня возникло бы препятствие. Итак, в страхе перед неправильной речью, гнушаясь неправильной речи, он не разъясняет, что это хорошо, не разъясняет, что это нехорошо, и ведет уклончивую речь. Когда ему задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, я не считаю этого. «Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет». Таково, монахи, первое положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, уклончивая из-за страха перед зависимостью. Каково же второе положение, исходя из которого, и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман не понимает, что это в согласии с истиной хорошо, не понимает, что это в согласии с истиной нехорошо. Говорит себе так, ведь я не понимаю, что это в согласии с истиной хорошо, не понимаю, что это в согласии с истиной нехорошо. И вот если бы, не понимая, что это в согласии с истиной хорошо, не понимая, что это в согласии с истиной нехорошо, я стал бы разъяснять, что это хорошо, стал бы разъяснять, что это нехорошо, то меня охватило бы стремление или страсть, или ненависть, или отвращение. Если меня охватило бы стремление или страсть, или ненависть, или отвращение, то я стал бы зависимым. Если я стал бы зависимым, то у меня возникла бы тревога. Если у меня возникла бы тревога, то у меня возникло бы препятствие. Итак, в страхе перед зависимостью, гнушая зависимостью, он не разъясняет, что это хорошо, не разъясняет, что это нехорошо, и ведет уклончивую речь, когда ему задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Таково, монахи, второе положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, уклончивая из страха перед расспросами. Каково же третье положение, исходя из которого, и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман не понимает, что это в согласии с истиной хорошо, не понимает, что это в согласии с истиной нехорошо. И он говорит себе так, ведь я не понимаю, что это в согласии с истиной хорошо, не понимаю, что это в согласии с истиной нехорошо. И вот, если бы, не понимая, что это в согласии с истиной хорошо, не понимая, что это в согласии с истиной нехорошо, я стал бы разъяснять, что это хорошо, стал бы разъяснять, что это нехорошо, то у меня стали бы последовательно расспрашивать, просить о доказательствах, оспаривать. Есть ведь такие отшельники и брахманы, мудрые, изощренные, искусные в спорах, способные пронзить волос, которые, я бы сказал, движутся, расщепляя ложные взгляды ходом своего постижения. И если бы они стали последовательно расспрашивать меня, просить о доказательствах, оспаривать, то я не смог бы дать им объяснение. Если бы я не мог дать им объяснение, то у меня возникла бы тревога. Если у меня возникла бы тревога, то у меня возникло бы препятствие. Итак, в страхе перед расспросами, гнушаясь расспросов, он не разъясняет, что это хорошо, не разъясняет, что это нехорошо и ведет уклончивую речь. Когда ему задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Таково, монахи, третье положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, уклончивую из-за глупости. Каково же четвертое положение, исходя из которого, и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман глуп, неразумен, и по глупости, по неразумению он ведет уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба. Если бы ты спросил меня, другой мир существует? И я считал бы, что другой мир существует, то я объяснил бы, что другой мир существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, другой мир не существует? И я считал бы, что другой мир не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, другой мир и существует, и не существует? И я считал бы, что другой мир и существует, и не существует, то я объяснил бы, что другой мир и существует, и не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, другой мир не существует, не не существует, и я считал бы, что другой мир не существует, не не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует, не не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, самопроизвольно родившиеся и существуют, и не существуют? И я считал бы, что самопроизвольно родившиеся и существуют, и не существуют, то я объяснил бы, что самопроизвольно родившиеся и существуют, и не существуют. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, самопроизвольно родившиеся не существуют, не не существуют? И я считал бы, что самопроизвольно родившиеся не существуют, не не существуют, то я объяснил бы, что самопроизвольно родившиеся не существуют, не не существуют. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий существует? И я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий не существует? И я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий существует, и не существует? И я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий существует, и не существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий существует, и не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий не существует? не не существует. И я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует, не не существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует, не не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, Татхагата существует после смерти? И я считал бы, что Татхагата существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, Татхагата не существует после смерти? И я считал бы, что Татхагата не существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата не существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, Тадхагата и существует, и не существует после смерти, и я считал бы, что Тадхагата и существует, и не существует после смерти, то я объяснил бы, что Тадхагата и существует, и не существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спрашивал меня, Тадхагата не существует, не не существует после смерти, и я считал бы, что Татхагата не существует, не не существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата не существует, не не существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Таково, монахи, четвертое положение, исходя из которого, и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, ибо, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, уклончивая, словно скользкая рыба, на четырех основаниях ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, ведущие уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, делают так на четырех основаниях, или на каком-нибудь из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, непривязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновение, и исчезновение, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые лишь мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами и, поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. Два мнения о беспричинном возникновении, Атхичи Самупанавада. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие беспричинное возникновение, над двух оснований их учащей, что и свое Я, и мир возникли без причины. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие беспричинное возникновение, над двух оснований их учащей, что и свое Я, и мир возникли без причины? О бессознательных богах. Есть, монахи, боги по имени бессознательные существа, с происхождением сознания эти боги оставляют существование в этом сонме. И вот может произойти так, монахи, что то или иное существо, оставив существование в этом сонме, достигает здешнего земного состояния. Достигнув здешнего состояния, оно оставляет дом и странствует бездомным. Оставив дом и будучи бездомным, оно, благодаря усердию, благодаря усилию, благодаря прилежанию, благодаря о серьезности, благодаря правильному умонастроению, обретает такую сосредоточенность разума, что вспоминает сосредоточенным разумом возникновение своего сознания, но не вспоминая другого, кроме этого. И оно говорит, и свое я, и мир возникли без причины. Отчего же это? Потому что прежде меня не было, теперь же я есть, не существовав, я вступил в существование. Каково же второе положение, исходя из которого и о котором говорят почтенные отшельники и брахманы, проповедующие беспричинное возникновение учащи, что и свое я, и мир возникли без причины? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман предается рассуждению и следованию. И убежденный рассуждением, связанным исследованием, он произносит такое собственное заключение, и свое я, и мир возникли без причины. Таково, монахи, второе положение, исходя из которого и о котором говорят некоторые отшельники и брахманы, проповедующие беспричинное возникновение, учащи, что и свое я, и мир возникли без причины. Таковы, Монахи, эти Отшельники и Брахманы, проповедующие беспричинное возникновение, на двух основаниях учащи, что и свое Я, и мир возникли без причины. Ибо, монахи, все эти Отшельники или Брахманы, которые проповедуют беспричинное возникновение и учат, что и свое Я, и мир возникли без причины, делают так на двух этих основаниях или на каком-нибудь одном из них. Нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы, и не привязывается к этому пониманию, непривязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновение, и исчезновение, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и, поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагате. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, занятые прежними временами, рассуждающие о прежних временах, на восемнадцати основаниях выдвигающие различные суждения о прежних временах. 1. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые заняты прежними временами, рассуждают о прежних временах и выдвигают различные суждения о прежних временах, делают так на восемнадцати этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому-то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, непривязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновений, и исчезновений, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и, поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. 44 мнения о будущем, аппаранта нудитхи. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, занятые временами, рассуждающие о будущих временах, на 44 основаниях выдвигающие различные суждения о будущих временах. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, занятые будущими временами, рассуждающие о будущих временах, на 44 основаниях выдвигающие различные суждения о будущих временах. 16 мнений о существовании я после смерти, Уттха Макхатани Касын Навада. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие сознание вслед за кончиной, на 16 основаниях учащие, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие сознание вслед за кончиной, на 16 основаниях учащие, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной. После смерти свое я, имеет форму, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я не имеет формы, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я не имеет форму, и не имеет формы, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я не имеет форму, и не имеет формы, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я конечно, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я бесконечно, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я иконечно, и бесконечно, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я иконечно, не бесконечно, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я сознает единство, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат и не о нем. После смерти свое я сознает множественность, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учет они о нем. После смерти свое я сознает ограниченность, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учет они о нем. После смерти свое я сознает безграничность, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учет они о нем. После смерти свое я всецело счастливо, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учет они о нем. После смерти свое я всецело несчастливо, свободно от недуга, наделено сознанием. Так учат они о нем. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие сознание вслед за кончиной, на восемнадцати основаниях учащие, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые проповедуют сознание вслед за кончиной и учат, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной, делают так на восемнадцати этих основаниях или на каком-нибудь одном из них. Нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, непривязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновение, и исчезновение, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и, поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. Окончен второй раздел поучения. Восемь мнений об отсутствии сознания у Я после смерти, у Тхамакхатаника Асаннивада. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие отсутствие сознания вслед за кончиной, на восьми основаниях учащие, что свое Я лишено сознания вслед за кончиной. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие отсутствие сознания вслед за кончиной, на восьми основаниях учащие, что свое Я лишено сознания вслед за кончиной. После смерти свое Я имеет форму, свободно от недуга, лишено сознания, так учат и не о нем. После смерти свое я не имеет формы, свободно от недуга, лишено сознание, так учито не о нем. После смерти свое я конечна, свободно от недуга, лишено сознание, так учито не о нем. После смерти свое я бесконечно, свободно от недуга, лишено сознания, так учито не о нем. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие отсутствие сознания вслед за кончиной, на восьми основаниях учащие, что свое я лишено сознание вслед за кончиной. Ибо, монахи, все те отшельники или брахманы, которые проповедуют отсутствие сознания вслед за кончиной и учат, что свое я лишено сознание вслед за кончиной делают так на восьми этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, непривязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной возникновений, и исчезновений, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и увидев собственными глазами, и, поистине, ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагати. Восемь мнений о неналичии, ни об отсутствии сознания у Я после смерти, у Тхамакхатани Канивасанина Саннивада. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствия сознания, на восьми основаниях учащей, что свое Я вслед за кончиной не наделено сознанием, не лишено сознания. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствия сознания, на восьми оснований их учащий, что свое я вслед за кончиной не наделено сознанием, не лишено сознания. После смерти свое я имеет форму, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учат и не о нем. После смерти свое я не имеет формы, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учат и не о нем. После смерти свое я имеет форму, и не имеет формы, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учат и не о нем. После смерти свое я не имеет форму, не имеет формы, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учета не о нем. После смерти свое я конечно, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учета не о нем. После смерти свое я бесконечно, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учета не о нем. После смерти свое я и конечно, и бесконечно, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учат и не о нем. После смерти свое Я не конечно, не бесконечно, свободно от недуга, не наделено сознанием, не лишено сознания, так учат и не о нем. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, на восьми основаниях учащие, что свое Я вслед за кончиной не наделено сознанием, не лишено сознания. Ибо, монахи, все те отшельники или брахманы, которые проповедуют отсутствие сознания вслед за кончиной, нет ни сознания, ни отсутствие сознания, и учат, что свое «я» вслед за кончиной не наделено сознанием, не лишено сознания, делают так на восьми этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Семь мнений о полном уничтожении «я» после смерти, у Чхидавада. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие разрушение, на семи основаниях учащие разрушение, гибели, уничтожение живого существа. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие разрушение, на семи основаниях учащие разрушение, гибели, уничтожение живого существа? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман говорит так, следует такому воззрению, ведь поскольку, досточтимый, это свое я имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рождено матерью и отцом, разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое я, досточтимый, не подвергается столь полному разрушению. Существует ведь, досточтимый, другое свое я, божественное, имеющее форму, принадлежащее к миру чувственного, питающейся материальной пищей. Ты не знаешь, не видишь его. Я знаю, вижу его. И вот, досточтимый, поскольку это свое я разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое я, досточтимый, не подвергается столь полному разрушению. Существует ведь, досточтимый, другое свое я, божественное, имеющее форму, состоящее из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающие ущерба в жизненных способностях. Ты не знаешь, не видишь его. Я знаю, вижу его. И вот, досточтимый, поскольку это свое я разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое я, досточтимый, не подвергается столь полному разрушению. Существует ведь, досточтимый, другое свое я, которое, всецело преодолев сознание и форм, избавившись от сознания противодействия, отвлекшись от сознания множественности, достигает уровня бесконечности пространства и мыслит. Пространство бесконечно. Ты не знаешь, не видишь его. Я знаю, вижу его. И вот, досточтимый, поскольку это свое я разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое я, досточтимый, не подвергается столь полному разрушению. разрушению. Существует ведь, досточтимый, другое свое Я, который, всецело преодолев уровень бесконечности пространства, достигает уровня бесконечности разумения и мыслит, разумение бесконечно. Ты не знаешь, не видишь его. Я знаю, вижу его. И вот, досточтимый, поскольку это свое Я разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое Я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое Я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое Я, досточтимый, не подвергается столь полному разрушению. Существует ведь, досточтимый, другое свое Я, которое, всецело преодолев уровень бесконечности разумения, достигает уровня отсутствия чего бы то ни было и мыслят, не существует ничего. Ты не знаешь, не видишь его. Я знаю, вижу его. И вот, досточтимый, поскольку это свое Я разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое Я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое Я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое Я, досточтимый, не подвергается столь полному разрушению. Существует ведь, досточтимый, другое свое Я, которое, всецело преодолев уровень отсутствия чего бы то ни было, достигает уровня, где нет ни сознания, ни отсутствия сознания, и мыслят, это несет покой, это возвышенно. Ты не знаешь, не видишь его. Я знаю, вижу его. И вот, досточтимый, поскольку это свое Я разрушается и гибнет с распадом тела, не существует после смерти, постольку, досточтимый, это свое Я и подвергается полному разрушению. Так некоторые учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие разрушение, на семи основаниях учения о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые проповедуют разрушение и учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа, делают так на семи этих основаниях или на каком-нибудь одном из них. Нет кроме этого других оснований. Пять мнений об освобождении Я в зримом мире, Диддхадхама Нипханавада. Есть, монахи, некоторые отшельники и брахманы, проповедующие освобождение в зримом мире, на пяти основаниях учащие о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Исходя же из чего и о чем говорят эти почтенные отшельники и брахманы, проповедующие освобождение в зримом мире, на пяти основаниях учащие о высшем освобождении живого существа в зримом мире? Вот, монахи, какой-нибудь отшельник или брахман говорит так, следует такому воззрению, ведь насколько, досточтимый, это свое Я услаждается, будучи наделено и снабжено пятию признаками чувственности, настолько, досточтимый, это свое Я и достигает высшего освобождения в зримом мире. Так некоторые учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое Я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое Я, досточтимый, не достигает столь высокого освобождения в зримом мире. В чем же причина? Ведь чувственные удовольствия, досточтимые, непостоянные, приносят несчастье, изменчивы по природе, с их изменчивостью и превратностью возникает горе, плач, несчастье, неудовлетворенность, беспокойство. И насколько, досточтимый, это свое Я, освободившись от чувственных удовольствий, освободившись от нехороших свойств, достигает первой ступени созерцания, связанной с устремленным рассудком и углубленным рассуждением, рожденный уединенностью, дарующей радость и счастье, и пребывает в ней, настолько, досточтимый, что свое Я и достигает высшего освобождения в зримом мире. Так некоторые учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое Я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое Я, досточтимый, не достигает столь высокого освобождения в зримом мире. В чем же причины? Ведь раз там есть устремленный рассудок и углубленное рассуждение, то это состояние считается грубым. И насколько, досточтимый, это свое Я, подавив устремленный рассудок и углубленное рассуждение, достигает второй ступени созерцания, несущей внутреннее успокоение и собранность в сердце, лишенной устремленного рассудка, лишенной углубленного рассуждения, рожденной сосредоточенностью, дарующей радость и счастье, и пребывает в ней, настолько, досточтимый, это свое Я и достигает высшего освобождения в зримом мире. Так некоторые учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое Я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое Я, досточтимый, не достигает столь высокого освобождения в зримом мире. В чем же причина? Ведь раз там есть достижение радости и веселья в сердце, то это состояние считается грубым. И насколько, досточтимый, это свое Я отвращается от радости и пребывает в уравновешенности, наделенной способностью самосознания и вдумчивостью, и, испытывая телом то счастье, которое праведно описывают, уравновешенный, наделенной способностью самосознания, пребывающий в счастье, достигает третьей ступени созерцания и пребывает в ней, настолько, досточтимый, это свое Я и достигает высшего освобождения в зримом мире. Так некоторые учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Другой обращается к нему так, существует, досточтимый, то свое Я, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его нет. Но это свое Я, досточтимый, не достигает столь высокого освобождения в зримом мире. В чем же причина? Ведь раз сердце вкушает там счастье, то это состояние считается грубым. И насколько, досточтимый, это свое Я, отказавшись от счастья, отказавшись от несчастья, избавившись от прежней удовлетворенности и неудовлетворенности, достигает четвертой ступени созерцания, лишенной несчастья, лишенной счастья, очищенной уравновешенностью и способностью самосознания, и пребывает в ней, настолько, досточтимый, это свое Я и достигает высшего освобождения в зримом мире. Так некоторые учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, проповедующие освобождение в зримом мире, на пяти основаниях учащие о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые проповедуют освобождение в зримом мире и учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире, делают так на пяти этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Итак, монахи, Татхагата понимает, эти основы учения так-то достигнуты, так-то приняты, ведут к тому то, приносят то-то в будущем существовании. И Татхагата понимает их и понимает выходящие за их пределы и не привязывается к этому пониманию, не привязанный он находит успокоение в своем сердце. Постигнув согласие с истиной происхождение исчезновения, и сладость, и горечь, и преодоление ощущений, Татхагата, монахи, освободился, лишившись всякой зависимости. Таковы, монахи, эти вещи, глубокие, трудные для рассмотрения, трудные для постижения, несущие покой, возвышенные, недоступные рассудку, тонкие, ведомые мудрецам, которые возглашает сам Татхагата, познав их и, увидев собственными глазами, и ради которых следует произносить надлежащую хвалу Татхагате. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, занятые будущими временами, рассуждающие о будущих временах на 44 основаниях, выдвигающие различные суждения о будущих временах. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые заняты будущими временами, рассуждают о будущих временах и выдвигают различные суждения о будущих временах, делают так на 44 этих основаниях или на каком-нибудь одном из них, нет кроме этого других оснований. Таковы, монахи, эти отшельники и брахманы, занятые прежними временами, и занятые будущими временами, и занятые прежними и будущими временами, рассуждающие о прежних и будущих временах, на шестидесяти двух основаниях выдвигающие различные суждения о прежних и будущих временах. Ибо, монахи, все те отшельники или брахманы, которые заняты прежними временами, и заняты будущими временами, и заняты прежними и будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, делают так на 62 этих основаниях или на каком-нибудь одном из них. Нет кроме этого других оснований. Беспокойство от неправильных воззрений, паритасит и витбхандитавара. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют вечности на четырех основаниях, учат, что и свое Я, и мир вечный, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют отчасти вечность, отчасти невечности на четырех основаниях, учат, что и свое Я, и мир отчасти вечный, отчасти невечный, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют конечности или бесконечности на четырех основаниях, учат, что мир конечен или бесконечен, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые уклончивы, словно скользкая рыба, и, на четырех основаниях ведут уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют беспричинное возникновение и на двух основаниях учат, что и свое я, и мир возникли без причины, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами, рассуждают о прежних временах и на восемнадцати основаниях выдвигают различные суждения о прежних временах, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют сознание вслед за кончиной и на шестнадцати основаниях учат, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют отсутствие сознания вслед за кончиной и на восьми основаниях учат, что свое я лишено сознание вслед за кончиной, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют, что вслед за кончиной и на восьми основаниях учат, что вслед за кончиной и на восьми основаниях учат, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют разрушение на семи основаниях и учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют освобождение в зримом мире и на пяти основаниях учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты будущими временами, рассуждают о будущих временах и на сорока четырех основаниях выдвигают различные суждения о будущих временах, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами, и заняты будущими временами, и заняты прежними и будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и на шестидесяти двух основаниях выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, то эти почтенные отшельники и брахманы ощущают, как незнающие и невидящие, беспокоятся и мечутся, как охваченные жаждой. Причина в контакте – Пхаса Пача. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют вечности на четырех основаниях, учат, что и свое Я, и мир вечный, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют отчасти вечность, отчасти невечности на четырех основаниях, учат, что и свое Я, и мир отчасти вечный, отчасти невечный, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют конечности или бесконечности на четырех основаниях, учат, что мир конечен или бесконечен, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые уклончивы, словно скользкая рыба, и на четырех основаниях ведут уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивую, словно скользкая рыба, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют беспричинное возникновение и на двух основаниях учат, что и свое Я, и мир возникли без причины, то причины этому чувственное восприятие. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами, рассуждают о прежних временах и на восемнадцати основаниях выдвигают различные суждения о прежних временах, то причины этому чувственное восприятие. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют сознание вслед за кончиной и на шестнадцати основаниях учат, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют отсутствие сознания вслед за кончиной и на восьми основаниях учат, что свое я лишено сознание вслед за кончиной, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, и на восьми основаниях учат, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, то причины этому чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют разрушение и на семи основаниях учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа, то причины этого чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют освобождение в зримом мире и на пяти основаниях учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире, то причины этого чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты будущими временами, рассуждают о будущих временах и на 44 основаниях выдвигают различные суждения о будущих временах, то причины этого чувственные восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами, и заняты будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и на шестидесяти двух основаниях выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, то причины этого чувственные восприятия. Невозможность постижения бесконтакта, нетам тханам Викджативара. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют вечности на четырех основаниях, учат, что свое Я и мир вечный, то поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют отчасти вечность, отчасти невечности на четырех основаниях, учат, что и свое Я и мир отчасти вечный, отчасти невечный, то поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют конечности или бесконечности на четырех основаниях, учат, что мир конечен или бесконечен, то поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые уклончивы, словно скользкая рыба, и на четырех основаниях ведут уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивый, словно скользкая рыба, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют беспричинное возникновение и на двух основаниях учат, что и свое Я, и мир возникли без причин, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами, рассуждают о прежних временах и на восемнадцати основаниях выдвигают различные суждения о прежних временах, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют сознание вслед за кончиной и на шестнадцати основаниях учат, что свое Я наделено сознанием вслед за кончиной, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют отсутствие сознания вслед за кончиной и на восьми основаниях учат, что свое Я лишено сознание вслед за кончиной, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, и на восьми основаниях учат, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют разрушение и на семи основаниях учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые проповедуют освобождение в зримом мире и на пяти основаниях учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты будущими временами, рассуждают о будущих временах и на 44 основаниях выдвигают различные суждения о будущих временах, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. И вот, монахи, что касается тех отшельников и брахманов, которые заняты прежними временами и заняты будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и на 62 основаниях выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, то, поистине, так не могло бы произойти, если бы они постигали иначе, нежели путем чувственного восприятия. Кольцо страдания от ошибочных взглядов И вот, монахи, те отшельники и брахманы, которые проповедуют вечности на четырех основаниях учат, что и свое Я, и мир вечны. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют отчасти вечность, отчасти невечности на четырех основаниях учат, что и свое Я, и мир отчасти вечны, отчасти невечны. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют конечности или бесконечности на четырех основаниях учат, что мир конечен или бесконечен. Те отшельники и брахманы, которые уклончивы, словно скользкая рыба, и на четырех основаниях ведут уклончивую речь, когда им задают тот или иной вопрос, уклончивый, словно скользкая рыба. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют беспричинное возникновение и на двух основаниях учат, что и свое Я, и мир возникли без причины. Те отшельники и брахманы, которые заняты прежними временами, рассуждают о прежних временах и на восемнадцати основаниях выдвигают различные суждения о прежних временах. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют сознание вслед за кончиной и на шестнадцати основаниях учат, что свое я наделено сознанием вслед за кончиной. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют отсутствие сознания вслед за кончиной и на восьми основаниях учат, что свое я лишено сознания вслед за кончиной. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания, и на восьми основаниях учат, что вслед за кончиной нет ни сознания, ни отсутствие сознания. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют разрушение и на семи основаниях учат о разрушении, гибели, уничтожении живого существа. Те отшельники и брахманы, которые проповедуют освобождение в зримом мире и на пяти основаниях учат о высшем освобождении живого существа в зримом мире. Те отшельники и брахманы, которые заняты будущими временами, рассуждают о будущих временах и на 44 основаниях выдвигают различные суждения о будущих временах. Те отшельники и брахманы, которые заняты прежними временами и заняты будущими временами и заняты прежними и будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и на 62 основаниях выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, все они постигают, последовательно обретая шесть органов чувственного восприятия. Их ощущения, причина жажды, жажда, причина зависимости, зависимость, причина существования, существование, причина рождения, рождение, причина старости, смерти, от него происходят горе, плач, несчастье, неудовлетворение, беспокойство. Слово о прекращении колеса перерождений, Виватта Катхаде. И когда, монахи, монах понимает в согласии с истиной возникновений, и исчезновений, и сладость, и горечь, и преодолении шести органов чувственного восприятия, то он понимает выходящие за пределы их всех. Ибо, монахи, все эти отшельники или брахманы, которые заняты прежними временами, и заняты будущими временами, и заняты прежними и будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, заключены в сеть, благодаря этим шестидесяти двум основаниям, они выскакивают, но, выскакивая, остаются здесь, они выскакивают, но, выскакивая, в конец запутываются здесь, заключенные в сеть. И подобно тому, монахи, как искусный рыбак или ученик рыбака, закинул в маленький пруд сеть с мелкой ячейкой, может сказать себе, ведь все те сколько-нибудь большие существа, которые есть в этом пруду, заключены в сеть, они выскакивают, но, выскакивая, остаются здесь, они выскакивают, но, выскакивая, в конец запутываются здесь, заключенные в сеть, Также точно, монахи, и все те отшельники или брахманы, которые заняты прежними временами, и заняты будущими временами, и заняты прежними и будущими временами, рассуждают о прежних и будущих временах и выдвигают различные суждения о прежних и будущих временах, заключены в сеть, благодаря этим 62 основаниям. они выскакивают, но, выскакивая, остаются здесь, они выскакивают. Но, выскакивая, в конец запутываются здесь, заключенные в сеть. В теле Татхагаты, монахи, разрушено то, что ведет к существованию. Пока тело будет существовать, боги и люди будут видеть его. Вслед за распадом тела, с завершением жизни, боги и люди не будут видеть его. И подобно тому, монахи, как если отсечь ветвь с гроздью манговых плодов, все те манговые плоды, которые прикреплены к ветве, следуют за ней. Также точно, монахи, в теле Татхагаты разрушено то, что ведет к существованию. Пока тело его будет существовать, боги и люди будут видеть его. Вслед за распадом тела, с завершением жизни, боги и люди не будут видеть его. Когда это было сказано, достопочтенный Ананда так сказал блаженному, «Как чудесно, господин! Как необычайно, господин!» Как называется, господин, это наставление в истине? Так пойми же ты, это наставление в истине, Ананда, как сеть пользы. Пойми же его как сеть истины, пойми же его как сеть совершенства, пойми же его как сеть воззрений, пойми же его как несравненную победу в сражении. Так сказал блаженный и удовлетворенный монахи возрадовались словам блаженного. И в то время, как произносилось это объяснение, содрогнулось тысяча миров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok